Девушки отдыхают В холодный день месяца утром в городе термометр показывал минус 26 в районе минус 30. Некоторые сельские ученики остались дома, то же самое сделали и городские жители. Однако учебные заведения работают в штатном режиме, а всем, кто не пришел, будут даны дополнительные домашние задания. Управление образования прокомментировало нам, при каких температурах можно пропустить занятия. Для учащихся первых четвертых классов можно не прийти в школу при температуре ниже 23 градусов, а в городе это 25. Для учащихся среднего, с пятого по девятый класс, в сельской местности можно не прийти в школу при температуре ниже минус 25 градусов, а в городе минус 27. А для уже старшего учащихся 11 и 10 класса, в сельской местности это минус 30, в городской местности минус 32. 517 автомобилей, 22 должника и 6 арестованных машин, дорожный пристав продолжают свою работу. Во время очередного рейда выявляли неплательщиков за коммуналку, должников по алиментам и по линии ГИБДД. В эти дни идет акция «В Новый год без долгов», а потому к подобным рейдам сейчас особое внимание. В парке «Семья» начались работы по новогоднему оформлению, завершается так называемая черновая или подготовительная стадия. В парке работает техника, устанавливают специальные металлические сваи, на которых позже будет крепиться звездное небо. Возводят ледяной городок, уже появился каркас 16-метровой центральной елки, залили новогодний каток. Еще один каток, но уже больших размеров, появится на набережной, которую также украсят к новогодним праздникам. Что же касается срока окончания первой этапа работы, это конец недели. Сегодня в хоккеисту «Нефтехимика» скрестят клюшки с игроками московского «Спартака» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Не так давно клубы встречались на Нижнекамском льду. Тогда команды подарили зрителям захватывающий поединок, в котором сильнее оказались москвичи 4-3. Вечером парни Андрея Назарова попытаются взять реванш за досадное домашнее поражение. «Нефтехимик» сейчас восьмой на востоке, «Спартак» на западе десятый. Игра начнется в семь по Москве. Через пару часов мы вновь расскажем вам о последних новостях города и района. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 40 07 70 или пишите нам на сайт ntrdefis24.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин